СОЮЗ МОРЯКОВ-ПОДВОДНИКОВ Тихоокеанского флота Военно-морские флота во всем мире бережно передают традиции, навыки и умения из поколения в поколение, что на самом деле объясняется прагматично. Ошибки на море стоят слишком дорого, чтобы на них не учиться. Кстати, в 2016 году исполнилось 110 лет, как указом императора в России было создано первое подразделение потаенных судов. Но помимо юбилеев, в уходящем году у ветеранов-подводников было много дел, которые касались развития современных подводных сил России на Тихом океане. Хоть и юбилейный год для подводников, но для Тихоокеанского флота он стал, в общем-то, знаковым, потому что на Тихоокеанский флот пришла новейшая подводная лодка «Вудимир Мономах». Подводные силы флота пополнились еще одним самым современным ракетоносцем. Возвращаются в строй после ремонта подводные лодки. Кстати, в этом году на день подводника 19 марта Тихоокеанскому флоту была торжественно передана после ремонта подводная лодка «Кузбасс», которая сейчас выполняет ответственные задачи в море. То есть, в общем-то, подводники Тихоокеанского флота в этом году действительно достойно выполнили все стоящие задачи. Недавно вернулась с боевого похода подводная лодка «Вухтулис» успешно выполнила задачи. Поэтому подводники наши успешно решают задачи. Мы гордимся ими, ветеранами, и бережно сохраняем те традиции, которые заложены в школу подводной лодки. Вице-адмирал Конев от имени Союза моряков-подводников 26 сентября в Вилючинске на Камчатке поздравил с успешным арктическим межслотским переходом экипаж второго подводного крейсера класса «Борей» Владимир Мономах. Конечно, это самая современная подводная лодка. Она в корне отличается от тех подводных лодок, на которых мы плавали. Все связано с управлением подводной лодкой, по применению оружия, по использованию технических средств. Это все находится сейчас на цифре, у нас сейчас говорят. И экипаж, так сказать, в этом отношении находится в хороших условиях своего боевого плавания. Редактор субтитров А.Семкин